Субтитры подогнал «Симон» Я потеряла 26 килограмм лишнего веса. Наверное, мне вообще ничего нельзя есть. Никто не может лучше самого человека знать, что ему на самом деле лучше. Подход к количеству приёмов пищи у женщины и мужчины должны отличаться друг от друга. И, кроме того, считается, что эта специя способна избавить от тысячи болезней. Добро пожаловать на подкаст «Начало». С вами его ведущая Юлия в поисках женского здоровья и душевного равновесия. Сегодня у нас в гостях Бая Че, натуропат, член Международной организации натуропатов и диетологов. Бая, насколько я знаю, вы пришли к натуропатии как раз в период прохождения менопаузы. Какие симптомы вас беспокоили и как вы смогли помочь себе с помощью модификации вашего питания? Да, совершенно верно. Моё вхождение в мир натуропатии случилось именно в период менопаузы и, наверное, благодаря этому периоду. Потому что, как знают все женщины примерно моего возраста, а мне сейчас 57, в менопаузу я вступала, когда мне было около 50. То есть все женщины прекрасно знают, как много неприятных симптомов наваливаются на бедную женщину именно в это время, когда она переходит в некий новый этап, связанный с изменением гормональной системы, да, то есть с гормональной перестройкой. Я не была исключением. У меня были ровно все те же симптомы, которые испытывает большинство женщин. Это и ужасно мучащие меня приливы, и головные боли, и раздражительность, и неустойчивое психологическое состояние, и, конечно же, лишний вес. Вот лишний вес, он начал расти очень стремительно. И это при том, что я всю жизнь весила 55 килограмм при росте 170, и ела всё подряд, и никогда не задумывалась о том, что мне можно, что нельзя. С наступлением менопаузы этот беспорядочный подход к моему питанию, можно сказать, такой хаотичный, да, питание в хаосе, оно стало давать о себе знать очень быстрым, стремительным набором веса. И если бы это был просто набор веса, можно было бы особо не беспокоиться. Но дело в том, что набор веса повлёк за собой различные недомогания. У меня начались кошмарные боли в суставах, причём сразу во всех, и в коленных, и в плечевых, и в поясничном, и в шейном отделах. Но у меня везде просто всё разваливалось, усилились и участились мигрени, просто головные боли. Появилось очень такое ощущение тяжести, когда тебе тяжело не только ходить, тебе даже тяжело просто встать с дивана, просто пойти, сделать какие-то самые обычные действия давые, которые мы, женщины, всегда совершаем. Всё было тяжело, всё давалось с очень большим трудом. С моим плечом я вообще не могла поднимать руку, потому что никакие лечения не помогали, врачи даже не могли толком поставить диагноз, гоняли от одного специалиста к другому. И поэтому я поняла, что никто, кроме меня самой, не может мне помочь с моими проблемами со здоровьем. И плюс ещё то, что я в зеркале перестала себе нравиться. Первое время, когда вес начал расти, меня это забавляло, потому что видеть себя такой пухленькой, это было мне непривычно и даже забавно. Я всегда была тоненькой, худенькой, больше даже с скелетом подростка, так сказать, с фигурой подростка. А тут такие пухлые размеры пошли. Но вскоре это перестало меня забавлять, потому что я поняла, чем толще я становлюсь, тем тяжелее мне жить. И вот тогда произошло то, что мы называем неслучайные случайности. Я думаю, что в жизни каждого человека происходят такие неслучайные встречи. Мне попала в руки книга, автор её Марва Вагаршаковна Аганян. Книга называется «Экологическая медицина». Когда я прочитала эту книгу, моя жизнь перевернулась на 180 градусов. Я поняла, что я ничего не знала ни о природе человеческого тела, ни о том, по каким законам живёт и функционирует наш организм человеческий. Ничего не знала о натуропатии, о её законах. И меня настолько это увлекло, что я погрузилась просто в изучение вообще всей литературы, ну, всей, которую только я могла найти по натуропатии. И стала практически применять её законы в своей жизни. Первым делом я поменяла питание, конечно же, прям кардинально меняла. Я начала практиковать очищение организма. И, о чудо, в моей жизни произошли очень серьёзные изменения. И теперь уже эти были изменения в положительную сторону. У меня начал снижаться вес, причём довольно быстро. За полгода я потеряла 26 килограмм лишнего веса. И что самое радостное, вместе с уходом веса ушли практически все мои недомогания. Перестали болеть суставы, перестала болеть голова. Моя кожа очистилась от попелом в области шеи, что вообще было к великой моей радости. У меня стало очень много энергии. Если раньше мне было тяжело сходить просто в магазин, то сейчас я была активна с утра и до вечера. И это происходит со мной уже на протяжении четырёх лет. С того момента, когда я стала практиковать натуропатию, я чувствую, что энергии очень много, очень много. По сравнению с моими провестницами, я могу делать очень много дел в течение дня, как умственных, так и физических. И я не испытываю усталости. Я до сих пор нахожусь в процессе совершенствования своего питания. И это самое увлекательное занятие, которое только было в моей жизни. Потому что я вижу, что наше питание напрямую влияет на наше здоровье. Вот таким образом натуропатия очень прочно вошла в мою жизнь и превратилась из хобби в мою новую профессию. То есть я не побоялась уже в солидном возрасте поменять профессию. И я этому очень рада. Вот такая моя история знакомства с натуропатией. Скажите, насколько было тяжело модифицировать ваше питание? С чего вы начали? Какие моменты было тяжелее всего интегрировать свою жизнь? Потому что, на мой взгляд, когда у нас есть определённые привычки, которые мы взращивали, так сказать, уже очень многие годы, и потом полностью переделать своё питание, наверное, не так просто. И насколько серьёзными были эти изменения? Потому что, возможно, человек сейчас, тот, который слушает, задумается, «Я теперь, наверное, мне вообще ничего нельзя есть. Я хочу есть что-то вкусное». Потому что всё равно еда, естественно, играет большую роль, в том числе и в получении ежедневного удовольствия. Да, многие люди боятся поменять своё привычное или, как мы говорим, традиционное питание, ну, грубо говоря, первое, второе и компот, да, как это принято, и всякие вкусняшки и сладости. Люди боятся расстаться с этим набором вкусностей, боятся изменить своим гастрономическим привычкам, думая, что это как-то сильно усложнит их жизнь, ну, в плане получения радости, да, там, каких-то психологического равновесия, потери и так далее. На самом деле самое главное – это не делать очень резких шагов в смене питания. Очень хорошо готовить себя к этой смене постепенно. Именно это я и сделала. С самого начала, как только я приступила к изменению питания, я убрала откровенно вредные продукты. Их знают все. Это всё, что связано с сахаром, и это всё, что связано с мукой. Потому что именно эти два продукта являются наиболее неестественными для питания. Это то, что человек придумал в результате своей цивилизации. Мы едим очень много сахара, очень много муки, все эти выпечки, все эти булки. И это очень сильно утяжеляет наше пищеварение. Поэтому перегрузка пищеварительной системы, нагрузка на поджелудочную железу, вот этих быстрых углеводов, я бы даже назвала их супербыстрыми, настолько быстро они расшатывают нашу пищеварительную систему. Их-то как раз можно убрать безболезненно. Дело в том, что ничего, кроме удовлетворения наших вкусовых привычек, ублажения рецепторов, будем так говорить, они не приносят ни пользы, ни каких-то полезных питательных ценностей нет в этих продуктах. Поэтому убрать их смело можно сразу. Именно это я и сделала. И именно этот шаг, он и повлёк остальные шаги. Постепенно я отрегулировала количество животного белка, отрегулировала количество молочной продукции. То есть дело не в том, что мы должны что-то кардинально убрать. Нет, вот этого бояться не надо, что мы должны лишить себя каких-то полезных витаминов, макроэлементов и так далее. Нет, дело в том, что нужно просто выстроить правильный баланс. Люди очень часто впадают в фанатизм по поводу каких-либо продуктов. Например, самый такой распространённый фанатизм по поводу животного белка. Как же так? Нам же нужен строительный материал. Нам нужны незаменимые аминокислоты. Нельзя жить без мяса. Да, я согласна. Мясо имеет полное право на существование. Вопрос только в его количестве. Одно дело, когда человек ест животный белок умеренно и в правильном сочетании. Другое дело, когда он объедается. И опять же, это опять идёт большая, слишком большая нагрузка на пищеварительную систему. Таким образом, можно подходить к каждому продукту. То есть дозированно уменьшать что-то, дозированно увеличивать что-то. Но, кстати, с увеличением полезных продуктов тоже нужно быть аккуратными. Все знают, что полезны фрукты и овощи, и зелень в сыром виде, потому что это наиболее естественная и здоровая еда для человека. Но опять же, в пылу вот этого стремления получить как можно быстрее оздоровление, часто люди впадают в крайности и начинают питаться только сырыми овощами, и фруктами, и зеленью. И на этом фоне они могут получить нехорошие последствия, потому что, ещё раз повторю, организм нужно постепенно приучать к каким-либо новым продуктам или к какому-либо новому соотношению в продуктах. Любое резкое вторжение в печалительную систему, оно будет не всегда адекватно восприниматься организмом. Могут быть какие-то нехорошие последствия. Каждый продукт имеет право на существование в определённое время, в определённых пропорциях, в определённом соотношении, в определённой дозе и так далее. Вы сами предпочитаете больше рыбу или мясо? И тот же вопрос, например, о белом и красном мясе, которых очень много мнений по этому поводу, в количественном соотношении. В каком соотношении вы употребляете, например, мясо, рыбу и красное и белое мясо именно в вашем случае? Если говорить лично обо мне, вот моя конкретная ситуация, отношения, например, с мясом, если уж мы сейчас говорим о нём, они у меня складывались тоже очень постепенно. Я, как и многие люди, я раньше считала, что мясо — это самая такая полезная еда. Тем более я родом из СССР, и у нас тогда было мало мяса. Поэтому я всегда думала, что если мало мяса, это плохая жизнь. И когда мясо уже появилось позже на прилавках, мы стали покупать его очень много, готовить и есть, соответственно, очень много. И я никогда не думала о том, что мясо можно переесть. Но когда я стала регулировать своё питание, я однажды почувствовала, что наступает однажды такой момент, когда ты откровенно не хочешь много этого мяса, ты его сознательно убираешь, либо уменьшаешь, либо убираешь просто на какие-то периоды. Были периоды, когда я могла не есть мясо месяц, например. Были периоды, когда я ела его раз в неделю. И это меняется. Я всегда проверяю всё на практике. То есть я ем только исходя из своего, можно сказать, животного инстинкта. Вот если я чувствую, что мне требуется мясо, я хочу мясо, и у меня прям вот слюни на него бегут, то я буду есть это мясо, и мне не важно, что это будет. Будет ли это красное, будет ли это белое, будет ли это рыба, будет ли это творог, потому что творог мы относим к животному белку, а для меня мясо – это, в общем-то, животный белок, то есть вот такая группа продуктов. Я ем в зависимости от того, насколько и чего хочет мой организм. Но я при этом всегда понимаю, что животного белка нужно не так много, как это стараются нам преподнести в средствах массовой информации. Поэтому отношусь к нему не как к основному виду пищи, а как к дополнительному. Основной вид питания у меня – это всё-таки растительная еда. Это фрукты, овощи, зелень в сыром виде, но также и овощи в термически приготовленном виде. Плюс дополнением к нему идёт животный белок. Я предпочитаю больше лёгкий животный белок. Это могут быть рыба, это могут быть яйца. Но мясо я также ем, но без фанатизма. То есть ем его то мясо, и тогда, которого мне действительно очень хочется. Вот как говорят, знаете, прям слюна брызжет. Когда я вижу кусок шашлыка, и у меня на него слюна брызжет, я его съем. Если же я смотрю на него спокойно и не заходит, то я есть его через силу не буду, каким бы полезным он ни был. И также мы можем поступать в каждой ситуации с каждым конкретным человеком. У каждого человека могут быть свои пристрастия. Есть даже люди, которые вообще крайне редко прибегают к мясу, и им не требуется его много для того, чтобы быть здоровыми. И есть ситуации наоборот. Есть люди, которые чувствуют себя здоровыми именно тогда, когда у них много мяса. Поэтому каждая ситуация разбирается индивидуально. Поэтому каждый раз на индивидуальной консультации мы обсуждаем с человеком очень пристрастно все его желания. Байя, какое ваше отношение к чистоте приёма пищи? Потому что здесь тоже очень много таких экстремальных подходов. То есть, с одной стороны, есть эксперты и врачи, которые придерживаются подхода как можно реже есть, два, максимум три раза в день, например, избегать перекусы. И есть врачи, особенно, насколько я знаю, американские врачи, специализирующиеся на гормональном здоровье, женщины, они, например, поддерживают подход более дробного питания именно для поддержания уровня сахара в крови. И считают, что именно подход к количеству приёмов пищи у женщин и мужчин должны отличаться друг от друга. Какое ваше видение этого вопроса? У меня есть очень чёткое видение этого вопроса. Дело в том, что я как истинный натуропат выступаю за естественные человеческие проявления и желания. Есть такое мнение, что никто не может лучше самого человека знать, что ему на самом деле лучше, что ему хорошо. Это должно идти от самого человека, изнутри, от того, как он это чувствует. Вот приведу пример себя. Раньше, когда я только… Ну, раньше, это я имею в виду сейчас четыре года назад, когда я начала совершенствовать своё питание, я шла интуитивным путём. Я слушала, конечно же, лекции различных нутрициологов, диетологов, туропатов и так далее. Я видела, что советы совершенно разные. Одни советуют одно, другие советуют другое. Я поняла, что я пойду только своим опытным путём. И я стала действовать так, как мне этого хотелось. Мне хотелось питаться часто. То есть я питалась, могла поесть раз в восемь за день, небольшими порциями, и мне при этом было комфортно. И при этом мой вес не рос. Он либо снижался, либо оставался стабильным. По мере того, как я совершенствовала своё питание, я стала замечать, что мне становится много. Семь-восемь раз приёмов, они постепенно уменьшились до пяти, потом до четырёх. И вот сейчас это, в принципе, три приёма пищи в день. И это завтрак, и второй завтрак, это у меня обычно сырые овощи и фрукты. И обед, он же ужин, это мой последний приём пищи в день, он уже может содержать варёную еду, может содержать животный белок, какие-то овощи, салаты и так далее. По сути, получается, что у меня один приём в день пищи варёная, то есть еда в традиционном понимании, как это мы привыкли понимать, что-то приготовленное, что-то сваренное, затушённое, запечённое и так далее. А то, что люди обычно называют перекусами, вот фрукты и какие-то салаты, они у меня идут как самостоятельный приём пищи, в завтрак и второй завтрак. Ну или будем говорить завтрак и ланч, например, последний приём пищи варёный. То есть видите, что происходит? Я постепенно пришла к этому, я всё время чувствовала, что хочет мой организм, как ему приятнее, как ему комфортнее. И только время сработало на то, чтобы я естественным путём подошла к питанию в три приёма пищи. Поэтому сделать это искусственно, внедряя искусственно либо частое дробное питание, либо одно-двухразовое питание в свою жизнь, не получится, если человек к этому не готов. Опять же, постепенность, естественность и привыкание организма к такому образу питания, на котором ему комфортно. И практика показывает, что если человек всё делает правильно, если он следует законам натуропатии, если он следует законам живого питания, то постепенно он приходит к тому, что количество приёмов пищи становится меньше, и количество самой пищи, то есть объём порции, становится тоже меньше. Вот стремление к меньшему количеству пищи, эта тенденция явно прослеживается у меня сейчас и у тех людей, которые совершенствуют своё питание. И через совершенствование питания происходит совершенствование микрофлоры. Чем более здоровая микрофлора в кишечнике у человека, тем меньше ему требуется еды. И это, Юля, происходит постепенно, постепенно, по мере того, как человек совершенствует своё питание и работу своей пищеварительной системы. Байя, вы сейчас упомянули законы натуропатии. Есть ли вообще определённые какие-то универсальные законы, которые человек мог бы, даже послушав этот подкаст, уже немного как-то модифицировать и, возможно, более осознанно подойти к своему питанию? Да, конечно. Самый главный закон натуропатии — это, конечно же, естественность. Поскольку сама натуропатия является естественной наукой, природа, натура, то есть природа. Нет ничего более естественного природы, правильно? Поэтому всё, что человек делает с собой, чтобы стать более здоровым, это должно исходить из его естественных потребностей. Но мы же не можем назвать зависимость человека от быстрых углеводов к его естественным желаниям, естественной потребностям. Нет, конечно. Это искусственно созданная зависимость, бороться с которой, конечно же, можно и нужно. Поэтому самое главное — это стремиться к естественным натуральным продуктам. Что это может быть? Например, если мы возьмём мясо, что-то связанное с мясом. Если стоит выбор между колбасой и куском мяса, хорошо приготовленным, конечно же надо выбрать кусок мяса, но не колбасу, потому что мы не знаем на 100% что в этой колбасе. Современная пищевая промышленность очень хорошо научилась готовить вкусно, но при этом очень завуалированно. То есть мы никогда не можем на 100% знать, что производитель скрыл. А скрыть он может очень много, к сожалению. Либо, например, если мы берём натуральный творог и какое-то творожное произведение типа творожного глазированного сырка, в составе которого заменители молочного жира, искусственные ароматизаторы, искусственные какие-нибудь там красители и прочие-прочие химические искусственные добавки, конечно же, лучше выбрать натуральный творог, нежели этот сладкий переслащённый сырок. И так далее. То есть стремление к натуральным продуктам. И ещё один закон — это минимальная обработка. Есть большая разница между тем съесть салат из двух-трёх компонентов, заправленный самым простым оливковым маслом, например, либо съесть какой-то сложный многослойный салат из пяти-шести компонентов, заправленный майонезом, если ещё компоненты этого салата будут принадлежать к различным группам продуктов. То есть какие-нибудь сложные оливье с овощами варёными, с сырыми, с курицей, с яйцами, с сыром или ещё с чем-то. То есть чем проще блюдо по составу и чем меньше человек применил каких-то кулинарных изысков в приготовлении этого блюда, тем более оно будет естественным и тем более оно будет здоровым. Ну вот примерно вот это основные правила. То есть стремление к естеству, к натуральности. А говоря об обработке мяса, обработке вообще пищи, какие способы готовки вы сами предпочитаете и считаете наиболее сидящими? Знаете, я не являюсь чересчур правильным человеком. Я считаю, что правила существуют для того, чтобы их нарушать. Если организм человека более-менее здоров, если нет каких-то серьёзных заболеваний, связанных с органами пищеварения, то в принципе можно позволить себе где-то и варёное мясо, а где-то и жареное, если этого захочется. Где-то паровая котлета, а где-то шашлык. Главное избегать крайностей. То есть не надо каждый раз его жарить и пережаривать до хрустящей корочки. Но если это встречается, как такой способ приготовления встречается не так часто, то большого вреда он не нанесёт. Повторю ещё раз, при том, если у человека нет серьёзных заболеваний, кастрит, калит или что-то ещё связанное с органами пищеварения. Поэтому у меня присутствуют разные способы приготовления, в зависимости от того, чего мне хочется в данный момент и насколько у меня много свободного времени. Обычно я предпочитаю готовить так, чтобы это заняло как можно меньше времени и как можно меньше моего участия. Ну, чаще всего это запекание. Очень легко положить это в форму, какой-то продукт или завернуть в фольгу и просто поставить на таймер свою духовку, сунуть это туда и пойти заниматься своими делами в то время, как твой продукт запекается. Это очень удобно. Вот я всегда исхожу из того, что диктует мне сегодняшняя ситуация. Таким образом я подхожу к приготовлению пищи. Вы сейчас, говоря о салатах, упомянули разные группы продуктов. Насколько я понимаю, в натуропатии есть какие-то сочетания, которые, скажем так, не очень благоприятно действуют на организм. Например, в Аюрведе считается, что есть определённые продукты, которые не сочетаются, например, молоко с рыбой или молоко с бананом. Есть ли в натуропатии тоже определённые правила сочетаемости продуктов? Тот же шашлык или мясо лучше всего есть с большим количеством зелёных продуктов, то есть салата того же или брокколи. Да, определённые правила есть. Но, как я уже сказала, есть правила такие железные, которые желательно не нарушать, а есть правила, которые можно иногда нарушать. При этом, опять же, нужно учитывать состояние человека, в каком он состоянии. Если это, опять берём, пример меня, сейчас, если это я, которая уже подошла к своему здоровому состоянию, я оздоровила свой кишечник, я оздоровила свою микрофлору, я могу иногда делать какие-то отступления от жёстких правил, но иногда. И это не оказывает какого-то серьёзного негативного воздействия, в общем и целом, на функционирование. Но если же человек находится в крайнем состоянии запущенности, большой лишний вес, и он уже страдает какими-то заболеваниями, то ему лучше бы, конечно, придерживаться как можно более строго жёстких правил. Таких правил, их несколько. Ну, первое правило, это то, что касается животного белка. Человек, который имеет серьёзные проблемы, да, уже с весом и здоровьем, не должен сочетать животный белок с крахмалистой пищей. То есть, это привычное многим мясо с картошкой, мясо с макаронами. Лучше такому человеку сочетать их с грубыми овощами, как правильно вы сказали, это с зеленью и просто с овощами, которые имеют грубую клетчатку. Ну, это обычно все виды капусты, это корнеплоды. Вот такое сочетание будет правильным. Также есть правило по фруктам. Мы не имеем права смешивать фрукты ни с какой другой едой. Я имею в виду ни с мучными изделиями, ни с мясными. То есть, фрукты – это отдельный приём пищи, потому что, если смешивать это с варёной едой, с крахмалистой, то таким образом мы будем провоцировать себя на постоянное брожение в кишечнике. А брожение – это неестественный процесс, которого лучше избегать. Дело в том, что если человек в системе своей соблюдает правила, но делает иногда отступление от них, то ему это ничем не грозит. Но если человек вообще не соблюдает правила, то тогда ему будет очень трудно выбраться из своего состояния нездоровья. Бая, у вас есть какие-то любимые специи, которыми вы пользуетесь при приготовлении? Насколько я знаю, есть определённые специи, которые могут чуть ли не то, чтобы оздоровить продукт, но если продукт был приготовлен, например, не самым здоровым образом, то специи могут смягчить этот эффект. Ну вот насчёт того, чтобы смягчить эффект не очень правильно приготовленного продукта, не знаю, как-то об этом я не задумывалась, может быть, я подумаю на эту тему, но вообще одна из моих любимых специй это куркума. Конечно же, она стала любимой не так давно, то есть тоже 4 года назад, раньше мы вообще не знаем, что такое куркума. Просто это удивительная специя, которая одновременно и согревает, особенно зимой, и делает красивым блюдо, потому что у неё очень насыщенный цвет такой, да, жёлтый, яркий, тёплый, солнечный. И кроме того, считается, что эта специя способна избавить от тысячи болезней, особенно если она идёт в сочетании с перцем, с зирой, с маслом, с мёдом, вот такое сочетание усиливает, прямо чуть ли не в тысячу раз усиливает действие куркумы, и она становится поистине, может быть, даже панацеей, об этом пишут. Но на самом деле проверить, насколько это будет действенное и положительное может человек только на своём опте. У меня есть клиенты, которые, попробовав однажды куркуму, стукли кулаком по столу и сказали, нет, я куркуму употреблять не буду, это не моя специя, но вот не заходит кому-то она. Поэтому специя, это тоже дело такое индивидуальное. Чем и интересна эта работа, моя, да, консультанта, что каждый раз, когда вступаешь в сотрудничество с новым человеком, это каждый раз новая история, каждый раз новые реакции на одни и те же продукты у разных людей разной реакции, на одни и те же сочетания у разных людей опять же разные реакции. И это каждый раз новый опыт. А как быстро можно увидеть этот результат, например, если человек какой-то продукт интегрировал или новый продукт интегрировал в свой рацион и, в принципе, ему вкусно или, по крайней мере, нет какого-то отторжения, как быстро вы с вашими клиентами можете либо заметить эффект, либо понять, что это подходит, либо не подходит, останется этот продукт в рационе этого человека или нет. Как правило, очень быстро. Как правило, организм сразу откликается на внедрение какого-то продукта или нового сочетания. Реакция наступает буквально либо через несколько часов, либо на следующий день, и мы уже можем понимать, заходит нам этот продукт, это сочетание или не заходит. Бывают отдалённые результаты. Это больше касается привычных продуктов, которые человек всегда употреблял и которые мы просто виды изменили, либо их переставили в другой приём пищи, либо сделали какое-то новое сочетание, и тогда человек может наблюдать отдалённо. Например, если он всегда ел, грубо говоря, котлеты с гречкой, а мы сделали ему котлеты с овощным салатом, то через неделю-две он может понять, что вот такое новое сочетание привело к снижению веса, например. Поэтому происходит по-разному, но, как правило, организм очень быстро реагирует на изменения в продуктах. А в случае, если организм, например, хочет показать, что ему этот продукт не нравится, то есть чаще всего это будут какие-то реакции желудочно-кишечного тракта или, возможно, даже какие-то проявления на коже. Просто мне кажется, иногда эту информацию мы даже часто неправильно можем считать, когда мы не разбираемся в этом деле. Совершенно верно. Реакции могут быть как со стороны желудочно-кишечного тракта, так и со стороны кожных покровов и дыхательной системы, и мочеполового тракта, потому что всё, что я сейчас назвала, это всё является составными частями выделительной системы человека. То есть, когда внедряется какой-то продукт, организм должен его переварить, усвоить и вывести. Если этот продукт не совсем тот, который в данный момент нужен организму, то система выведения реагирует на него по-разному. То есть, если этот продукт откровенно перегружает сейчас систему, то организм постарается его вывести. Либо это будет сыпь на коже, либо это может быть усиление насморка или даже кашля, отхождение мокроты, либо изменится стул, либо что-то появится по части выделения из половых органов и так далее. То есть, реакции могут быть самые различные. Мне кажется, чай вообще, в принципе, очень глубоко сидит в нашей культуре. Может ли чай вообще, особенно если это чай не пакетированный, а, например, чай на свежий мять или чай из чистого чабреца, оказывать какое-то конкретное влияние на организм? И что мы подспудно, даже просто как бы наслаждаясь вечерним чаем или потребляя чай весь день, то есть с утра до вечера, можем оказывать какое-то воздействие на организм и, возможно, даже воздействие, которое мы, ну, в принципе, даже не очень бы и хотели бы делать? Чаёв, разных видов чаёв, да, чая, на самом деле очень много, просто море. И каждый чай — это как отдельный продукт, который по-своему влияет на организм. То есть, если это традиционный чёрный чай, ну, скажем, идийский, да, там, крупно-листовой, то это дубильные вещества, которые не столько омывают наши клетки, сколько, наоборот, иссушают, потому что это дубильные вещества. Если это, скажем, травяной чай, например, иван-чай с добавлением какой-нибудь травки, мяты, да, базилика или ещё чего-то, то это уже иное действие. То есть, каждая травка, каждое растение, которое было собрано, высушено и ферментировано, либо не ферментировано, то есть приготовлено для того, чтобы его заваривали, оно каждое само по себе несёт определённое действие. И здесь важно не переусердствовать. А вот точно так же, как важно не переусердствовать с чёрным крепким чаем, чтобы не пересушить свой организм, точно так же важно не переусердствовать с травяными чаями, потому что каждая трава оказывает целебный или, можно сказать, лечебный эффект. Человек не всегда понимает, что именно он может исцелить с помощью той или иной травы. То есть он может пить траву просто потому, что ему нравится её вкус, но при этом он может не догадываться, какое воздействие оказывает та или иная трава на его организм. Поэтому в этом случае я советую не увлекаться концентрацией. То есть если вам нравится вкус мяты, то, как правило, скорее всего, организм обычно подсказывает сам, какой травки ему хочется. Значит, скорее всего, вы в правильном направлении. Но на всякий случай, чтобы не было, как сказать, не перегнуть палку, лучше не заваривать этот чай очень крепким, заваривать чуть-чуть. Баяс, скажите, если кто-то из слушателей заинтересовался вашими услугами и захочет выйти на связь с вами, где вас найти и как вас найти? Я есть везде. Вот, ну, может быть, не совсем везде, но в основных популярных социальных сетях я живу и работаю. Это YouTube-канал, это Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Это мой сайт-блог. Есть моя электронная почта, ну, WhatsApp, Viber, Skype. Всё это, в общем-то, есть везде в общем доступе. То есть найти меня можно. Если забить в поисковике, да, моё имя, то, я думаю, у нас немного женщин по имени Бай занимаются натуропатией. Бая Че — это мой псевдоним, ник, на самом деле фамилия моя Чернышева, поэтому можно найти меня либо как Бая Че, либо как Бая Чернышева. То есть в разных социальных сетях я могу быть по-разному, именоваться. Но найти меня можно. Единственное, что хотела бы сразу сказать, что вот сейчас, до конца этого года, я пока временно прекратила консультирование. Консультирование такое полнообъёмное. И это связано с тем, что я сейчас сдаю зачёты, я студентка, я сдаю экзамены, я должна защитить диплом, чтобы получить профессию доктора натуропатии. Но как только я это выполняю, а это конец этого года, то в следующем году я возобновляю, конечно же, свою работу. Это снова будут консультации, это будут какие-то новые проекты, потому что мы не должны стоять на месте, мы должны развиваться. Всё это будет в следующем году. А пока можно обращаться ко мне за простыми услугами. То есть можно пока покупать мои те книги и курсы, которые существуют на сегодняшний день. Можно брать письменные консультации по разбору рациона и по составлению нового рациона, более здорового. Всё это сейчас можно. Такие заявки я принимаю. Бая, спасибо вам большое и вам удачи по сдаче экзаменов. И так приятно слышать, что вы как раз таки сейчас и в новом этапе жизни начинаете тоже что-то новое, что-то очень интересное. Вам только удачи в этом и всего самого наилучшего. И мы с вами остаёмся на связи. Вам прекрасного дня. Спасибо, Юлия. Спасибо за эту встречу и за возможность хоть чуть-чуть приоткрыть занавесочку в мирной дуропатии. Спасибо большое. Я думаю, что те, кто заинтересован в этой теме, они хотя бы что-то взяли из этого разговора. Ну а если поставить целью изучить эту тему глубже, то сейчас для этого есть очень много возможностей. Думаю, что кто хочет, тот обязательно найдёт. Спасибо огромное.